Привет, друзья! Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайк, обязательно комментируйте, также не забывайте о Телеграме, ссылка в шапке профиля. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о панике среди оккупантов. Россияне шокированы наступлением Вооруженных сил Украины. Когда украинские защитники заходят на освобожденные территории, они видят немало трупов русских, потери страны-агрессора огромны. Об этом Гайдай рассказал на своей странице в Телеграм. По его словам, оккупанты пытаются укрепляться, однако все их попытки защищаться тщетны. Рашисты закапывают технику и пытаются увеличить свои силы за счет мобиков, недавно мобилизованных россиян. Наступление ВСУ вызывает у оккупантов панику, они шокированы своими потерями. На определенных участках фронта, там, где уже прошли наши защитники, то даже они удивлены, потому что очень много погибших орков. И они говорят, что, по большому счету, бои шли мощные. Но иногда такое впечатление, что, возможно, работали какие-то заградотряды, отметил Гайдай. Заградительные отряды могут использоваться для того, чтобы не давать убегать расистам с поля боя. Так РФ пытается удержать временно оккупированные земли, но ничего им не поможет. Украинские войска продолжали наступать в Донецкой области, в частности, на город Лиман, и прорвали российские оборонные позиции на северо-востоке Херсонской области. Победы ВСУ негативно влияют на российское информпространство. Об этом говорится в отчете Американского института по изучению войны. Поражение России в Харьковской области и Лимане в сочетании с несостоятельностью Кремля эффективно и справедливо провести частичную мобилизацию коренным образом изменяет российское информационное пространство. Кремлевские СМИ и российские военные блогеры из-за потери Лимана начали критиковать бюрократические провалы частичной мобилизации. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш новый телеграм-канал, странички в ТикТоке и Фейсбук. Ссылки в описании.